Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Очередная прослойка, посвященная главе шмот. Плодитесь и размножайтесь. Эта прослойка посвящена всем нашим учителям математики, которые очень много старались для того, чтобы хоть какие-то крупицы математических знаний проникли в наши школьные головы. Итак, в Торе говорится, что 70 евреев мужского населения попали в Египет и пробыли там какой-то период времени, и когда они выходят оттуда, мужского населения 600 тысяч человек. Хотелось бы определить в среднем, как из 70 должно было бы получиться 600 тысяч. Седер Олам Раба и на основе этой книги Вавилонский Талмуд определяет, что евреи находились в Египте 210 лет. Это, конечно же, не абсолютная цифра. Иосиф Флавий допускает 215 лет, Рамбан допускает 226 лет, а простой текст Торы упоминает 430 лет. Как вы видите, цифра, предлагаемая Седер Олам Раба, самая минимальная. Если мы решим вопрос с ней, то с остальными вопросу уже как такового стоять не будет. Итак, по закону геометрической прогрессии 70 изначальных членов надо умножить на количество живых мальчиков, которые каждый из них должен был оставлять, возведенное в степень количество поколений. Поскольку мы принимаем цифру 210 лет и признаем, что среднее биологическое поколение было около 30 лет, то у нас получается, что было 7 поколений всего евреев в Египте. Получается, в седьмой степени у умножить на 70 должно равняться 600 тысяч. То есть у у нас будет в данном случае равняться 600 тысяч, поделенное на 70. Все это в степени 1 седьмая, ну или корень в седьмой степени из этой цифры. Разницы нет. Посчитать можете сами. Я уже это посчитал. И дается цифра. В среднем должно быть 3.6. Мальчика должен оставлять каждый человек после себя, каждый мужчина после себя должен оставлять 3.6 мальчика. Учитывая, что по статистике, как говорится, мальчиков чуть-чуть больше, чем девушек рождается, общее количество детей в семье должно было быть около 6. У нас есть еще и другой вариантик. Это количество левитов. Изначальное количество левитов 3. После выхода из Египта их становится 22 тысячи. Опять, если мы предположим 210 лет период пребывания в Египте, 30 лет в среднем биологическое поколение, то у нас получится формула 3 умноженная на Y. Это количество мальчиков, которые каждый человек после себя должен оставлять в седьмой степени. Потому что 210 на 30 будет 7. Должно равняться 22 тысячи. Опять, легким движением правой руки. 22 поделить на 3. Все это в степени 1 седьмая. Можете сами посчитать. Я уже посчитал. Получается 3,5 мальчика у левитов. То есть пропорция на среднестатистическое количество живых мальчиков, которые каждый мужчина должен был оставлять после себя, и в расчете левитов, и в расчете общего количества евреев, более-менее одна и та же цифра. И если допустить еще пропорциональное количество девочек, получается около 6 детей в семье. Интересно заметить, что Михилта Раби Ишмаэля как раз утверждает, комментируя строчку, и евреи распространялись, размножались и увеличивались, каждая женщина рожала 6 детей в одной утробе. Означает ли это, что это было одномоментно? Для статистических расчетов, которые мы сделали, в этом необходимости нет. Если она за свою жизнь семейную оставила после себя 6 детей, предпочтительней 4 мальчика и 2 девочки, а может быть 3 мальчика и 3 девочки, и статистика бы более-менее все равно выдерживалась, мы бы получили в исходных данных 600 тысяч мужчин или же 22 тысячи левитов. Большое всем спасибо. Желаю нам такой же брахи, как она была у наших предков в Египте, чтобы мы плодились и размножались, и имели счастливых и здоровых детей. Счастья и здоровья. С вами был Барух Юабов.